Беззаконие творится в поселке Агадырь. Считают его жители и семья обвиняемого в убийстве сельчанина. Мы считаем, Канахиным городом осудили неправедливо. Суд над ОПГ во властных структурах Казахстана и нашей области продолжился сегодня в Караганде. На скамье подсудимых экс-министра обороны Сирик Ахметов, группа Акимов и прочих чиновников Караганды. Налоговым комитетом ведется работа по выявлению и наказанию владельцев незаконного и горного бизнеса в Караганде и всей нашей области. В поселке Агадырщицкого района состоялся митинг в поддержку жителя этого села Ерлана Канафина. Его осудили на 6 лет за убийство односельчанина. Родственники, близкие и знакомые с таким решением суда не согласны. Они считают, что мужчину приговорили несправедливо. А настоящие виновники в смерти погибшего Талгата Кокеева гуляют на свободе, да еще и носят погоны. В ситуации разбирался наш корреспондент Аймамрина. Мы считаем, что Канафина и Ерлану осудили несправедливо. В смерти Кокеева замешаны полицейские. Чтобы скрыть это, они и нашли крайнего. В поселке Агадырь страсти накаляются. Резонансное дело в отношении Ерлана Канафина вызвало недовольство минимум 50 человек, которые его знают. Сегодня на площади перед мечетью собрались односельчане, родственники, близкие Ерлана. Все хотят справедливости и не согласны с решением суда. В Казахстане нет справедливого суда. Настоящие убийцы спокойно гуляют на свободе. Все об этом знают. Народ против такого решения суда. Ерлан невиновен. Совсем недавно, 14 июля, главу семейства Канафинах Ерлана осудили на 6 лет за убийство жителя этого же посёлка Талгата Кокеева. Судя по документам судебно-медицинской экспертизы, Канафин нанёс Кокееву несколько ударов, отчего последний получил закрытую черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Также в заключении написано, что такую травму Кокеев мог получить и от падения с высоты своего роста. Погибший умудрился ходить с такой травмой более 10 дней. Сестра осуждённого Зинни Гульби Магамбетова считает, что эти экспертизы были куплены заинтересованными лицами. Ведь за несколько часов до смерти Кокеев находился в районном отделе внутренних дел. Туда же ему дважды вызывали скорую. Этот человек в течение 10 дней здравствует, бегает по посёлку, не обращается в больнице, не лежит дома. Вот, например, себя прекрасно чувствует. Несколько раз попадает в полицию. И перед смертью он находился в полицейском участке. Для этого у нас имеется доказательство. Жители посёлка Агадырь в справедливость в своём селении верят. По их словам, в ауле власть имеет тот, у кого есть деньги или знакомые. Сейчас дом осуждённого стоит бесхозно. Жена и 17-летний сын живут в страхе за свои жизни. По их словам, им неоднократно угрожали. Требовали прекратить добиваться справедливости. Родственники со слезами на глазах смотрят на фотографии Ирлана, рассказывая о том, каким безобидным он был и каких успехов добился, работая спасателем. А в районном суде номер 2 посёлка Агадырь по данному решению прокомментировали сухо. Апелляционная жалоба подается непосредственность в районном суде для рассмотрения уже непосредственности в областном порядке. Апелляционные порядки в Карминском областном суде. Поэтому мы ждём. Может быть, как говорится, действительно, если стороны не согласны, то, соответственно, конечно, они имеют права обженать. Родственники и близкие осуждённого на 6 лет Ирлана Канафина не намерены сдаваться. Они верят в его невиновность. По их словам, на этом судебном процессе его специально сделали козлом отпущения. В течение нескольких дней они намерены подать апелляционную жалобу в областной суд. Сегодня адвокаты экс-премьер-министра Казахстана Серика Ахметова и других вигурантов дела заявили об отсутствии состава преступления и доказательств вины их подзащитных. Также в областном суде рассмотрели коррупционные дела некоторых государственных чиновников. Сегодня юристы просили исключить из обвинения эпизоды с рассратой также завышением стоимости залогового имущества. По мнению адвокатов, имущество компании «Топарские теплицы» сейчас оценивается в 2 миллиарда тенге, а имущество «Казагра» в миллиард 100 миллионов тенге. Защита считает, что раз государству не был причинён ущерб, то нет и состава преступления. В свою очередь адвокаты бывшего Акима Карагандинской области Бауржана Абдишева просят изменить ему меру пресечения, так как не видят оснований для дальнейшего содержания подсудимого под стражей. Прокуроры отмечают, что удовлетворить ходатайство можно будет только после выступления свидетелей и изучения всех материалов дела. Здесь нет ни логики, ни правовых оснований для того, чтобы человека держать свыше 10 месяцев под стражей в условиях изоляции, когда человек не совершал насильственных преступлений, является достаточно известной личностью. Однако прокуроры выступили против удовлетворения ходатайства, мотивировав это тем, что в настоящее время оснований для изменения либо отмены меры пресечения Абдишева не имеется, поскольку он обвиняется в совершении тяжких коррупционных преступлений и может воспрепятствовать объективному рассмотрению дела в суде. За изменения на аналогичную меру пресечения ходатайствовали в суде и адвокаты бывшего Акима Горда Мирама Смогулова, однако прокуроры также выступили против. Главное судебное разбирательство уголовного дела по обвинению Серика Ахметова, Баужана Абдишева и других чиновников назначили на 10 августа 2015 года. Меру пресечения в отношении обвиняемых суд решил оставить прежнее. Судопроизводство будет вестись на русском языке с участием прокуроров. Отметим, что главное судебное разбирательство будет длиться три месяца. В ходе предварительного слушания судей специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Исламхан Исенбаев зачитал решение об отклонении ходатайств адвокатов в отсудимых, заявленных сегодня. Таким образом, суд решил отклонить ходатайство с просьбой прекратить уголовное преследование в отношении Серика Ахметова по двум эпизодам, а также оставил меру пресечения бывшему Акиму региона Баужану Абдишеву и экс-Акиму города Мирама Смогулова без изменений. Николай Кровец, Жасулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. На сегодня главным событием страны является вступление Казахстана во Всемирную торговую организацию. Президент Республики Казахстан Нурсултан Азарбаев обратился к народу в связи с этим историческим событием. Президент Казахстана отметил, что после вступления в ВТО Казахстан не откажется от содействия отечественным предприятиям. Просто теперь меры поддержки, оказываемые государством, должны будут соответствовать международным правилам. В ходе переговоров удалось совместить требования ВТО и Евразийского экономического союза, исходя из национальных интересов Казахстана. Вступление в ВТО – это победа Казахстана, признание страны как неотъемлемой части глобальной экономической системы. Символично, что двери организации распахнулись перед нашей страной в тот момент, когда начинается предварение в жизнь пяти народных реформ. Стандарты работы ВТО совпадают с духом этих реформ – прозрачностью, эффективностью, конкурентоспособностью. Уважаемые казахстанцы, сегодня в Женеве состоялось финальное заседание рабочей группы, на котором официально объявлено о завершении переговоров о вступлении Казахстана во всемирную торговую организацию. Я обращаюсь к тем, что данное событие является для нас историческим. Казахстан станет 162-м членом ВТО. Все крупные экономики мира признали Казахстан как страну с благоприятным инвестиционным климатом, ведущую торговую политику в соответствии с нормами международного права. Впереди небольшая реклама, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный для тех, кто ценит качество. К другим новостям. В 2015 году в Карагандинской области по программе модернизации жилищно-коммунального хозяйства будут отремонтированы 9 многоквартирных жилых домов. 3 в Караганде, 5 в Жизказгане и 1 в Саране. Из бюджета уже выделено около 252 миллионов тенге. Об этом стало известно в ходе совещания Акима области Нурмухамбета Абдибекова с чиновниками. Несмотря на то, что с 2011 года с помощью этой услуги в нашем регионе было отремонтировано около 200 домов, в этой отрасли есть и небольшие проблемы. Они, в частности, связаны с плохой информированностью населения. Программа по капитальному или частичному ремонту жилых многоэтажных домов в рассрочку – хороший шанс для жителей. С начала 2011 года было отремонтировано около 200 домов. Общая сумма составила около 2,5 миллиардов тенге. К тому же на возвращенные жильцами средства было восстановлено еще около 30 домов. За последние месяцы заявок от районов поступило меньше, чем в предыдущем году, поскольку изменились критерии участия. Теперь в программе могут участвовать лишь дома, производящие капитальный ремонт. По словам руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в сложившейся ситуации нужно усилить разъяснительную работу. В связи с изменениями, внесенными в программу, с начала текущего года возможно проводить только капитальный ремонт жилых домов. В связи с чем в 2015 году вместо 60 домов, запланированных к текущему капитальному ремонту, выделены средства только на ремонт 9 домов. Аким области Нурмухамбет Абдебеков поручил чиновникам вести правильную разъяснительную работу. В связи с изменениями, внесенными в программу, с начала 2015 года возможно проводить только капитальный ремонт жилых домов. Эту информацию необходимо донести до населения. Средства, которые возвращаются жить сами, они направляются опять на реализацию аналогичных проектов. И таких вот 31 домов у нас прошло время. Однако есть в реализации этой программы у нас и определенные сдерживающие факторы. И эти как раз проблемы мы хотели сегодня обсудить, принять соответствующие решения для того, чтобы эта программа наиболее эффективно была реализована у нас. В 2015 году программой модернизации жилищно-коммунального хозяйства будет отремонтировано 9 многоквартирных жилых домов. Три в Караганде, пять в Жасказгане и один в Саране. На это из бюджета выделено более 250 миллионов тенге. Кроме того, Нурмухабет Абдебеков обязал Акимов городов и районов усилить контроль за проводимыми работами. Обеспечить возврат средств за проведенный ремонт и предоставить бюджетные заявки на 2016-18 годы. Аймамлина Улжас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. В Карагандинской области на подготовку к отопительному сезону будет потрачено 40 миллиардов тенге. В настоящее время ремонтные работы выполнены на 65%. Большая работа проводится по ремонту тепловых, водопроводных, электрических сетей подстанции. Об этом стало известно из докладов чиновников на очередном совещании в областном Акимате. Глава региона Нурмухабет Абдебеков решил лично держать все на контроле и призвать к ответственности каждого чиновника персонально. Аким области Нурмухабет Абдебеков призвал чиновников сверить часы. Середина лета уже подходит к концу. Не за горами зима. Поэтому подготовка к отопительному сезону должна быть тщательной. Июль практически заканчивается. Мы находимся на фазе, скажем, почти завершения подготовки к отопительному сезону. И, конечно, необходимо сегодня сверить часы, скоординироваться, что еще необходимо предпринять. В этом сезоне предусмотрен капитальный и расширенный текущий ремонт 8 теплоэлектростанций и около 20 турбин. Из этого числа на 8 котлах и 7 турбинах ремонт уже завершен. На отчетную дату ремонтные работы ведутся на 9 котлах и 7 турбинах. Однако на станциях ТО «Казахмыс Энерджи», «Каргресс-1», «ТЭЦ-2» и «ТЭЦ-3» из-за увеличения объемов ремонтных работ и несвоевременной поставки необходимых материалов имеются небольшие отставания от графика ремонтов. По актам готовности уже приняты более 500 объектов образования и 190 зданий здравоохранения. Также заявили о готовности к предстоящему отопительному сезону более 200 объектов культуры и спорта. Подготовлено около 4000 многоэтажных жилых домов. Ахим областену Мухаммед Абдебеков отметил, что при правильной организации данных работ проблемных зон у нас в отопительный период не должно быть. Карагандинские тинейджеры снимают социальное кино. Художественно-документальную ленту о проблемах отцов и детей и взаимоотношениях с окружающим миром готовят своими силами. Картину хотят презентовать в конце августа во Дворце детей и юношества. О чем говорят подростки и о чем вообще занимаются летом, сегодня интересовались городские депутаты. Народные избранники посетили несколько дворовых клубов Караганды. Что такое ДПК и как они работают летом? В ходе выезда интересовалась постоянная комиссия городского маслехата по социальным вопросам. ДПК или детско-подростковые клубы так официально называются дворовые объединения местных тинейджеров и малышей. Таких организаций в Караганде около 40. В их полезности за 20 с лишним лет смогли убедиться и родители, и чиновники, и сами участники клубов. Объединения помогают молодежи содержательно и с пользой проводить свободное время, а также определиться с профессией. К слову, известен тот факт, что всемирно знаменитый производитель айпадов Стив Джобс начинал свое большое дело с друзьями в обычном дворовом клубе. Казалось бы, время летних каникул – своеобразная вольница для школьников, и ни в какой клуб их не зазовешь. Однако, посетив детско-подростковый клуб «Мир», что на Бухар-Жирау-96, депутаты увидели обратное. Здесь встречаются и дети, и взрослые. В этом клубе, который соседствует в одном здании из КСК, люди с удовольствием проводят свой досуг целыми семьями. А занятия можно найти по своим многочисленным интересам. В общем, 150 человек посещают наш клуб. Кружки у нас, 7 кружков. То есть, у нас есть шахматный кружок, есть кружок волшебный лес, это поделки из природного материала, настольный теннис, футбол, баскетбол. Есть театр моды рукоко, у нас дети занимаются. И театральная студия «Образ». В клубе есть и свои знаменитости. К примеру, Саламбек Хизриев в этом году стал чемпионом города среди юниоров по классическим шахматам. В начале 2000-х, когда было предложено передать дворовые клубы под крыло стадиона «Шахтер», оказалось, что юридически они не оформлены. Не было ни договоров, ни закрепленных за организациями помещений. Заброшенные квартиры, где временно располагались дворовые клубы, впоследствии приходилось судиться. Когда вдруг возвращались прежние хозяева. И все тогда начиналось с нуля. Нынешние объединения буквально спасают подростков от безделья и дурных мыслей и занимают их интересными, полезными делами. Особенно молодежь предпочитает реализовывать себя в чем-то творческом. Особенно радует, что молодежь посещает эти дворовые клубы, занимаются, развиваются творчески. И вот огромное спасибо тем педагогам, инструкторам, которые работают с этой целевой группой. Ведь не секрет, что в городе еще недостаточно таких клубов. В клубе «Мираз», что на «Татимбета-3» полным ходом идет творческий процесс. Руководитель клуба Людмила Сафонова – человек с четырьмя высшими образованиями. По творческим специальностям в основном. Все свои знания и опыт посвятила детям. Под ее началом ребятам мало заработанных призов и кубков. Здесь замахнулись на создание документально-художественного фильма о молодежи. И ведь все у них получается. Об этом сегодня рассказали депутатам. Говорят, презентацию киноленты запланировали на конец августа. Очень интересно будет посмотреть. Чем заняться летом? Ну, мы решили попробовать снять фильм. Этот фильм направлен на молодежь, социально значимый. Этот фильм рассказывает о контрасте нашей молодежи, о доброй, злой, о плохих поступках, о мнении старшего поколения о молодежи. Ситуации старались сделать реалистичными. То есть, если у нас геройские поступки мы показывали, выносили из пожара, то мы, несмотря на запреты, устраивали пожар в лагере, дым из окна валил. Мы реально вытаскивали ребята со второго этажа, причем спускали вниз ребенка. То есть, для них они работали не только как актеры, но где-то и как каскадеры. И авторы, сценаристы, и операторы. Мы сегодня часто говорим о современном образе жизни, о воспитании патриотизма. А вот такие клубы как раз и занимаются созданием внутреннего содержания подростков. Между тем, на сегодня, как выяснили депутаты городского маслехата, у детско-подростковых клубов существует ряд проблем. Это и ремонт помещений, и инвентарь, и инструменты. Спонсорская помощь в столь благом деле уж точно не помешала бы. А на стадионе «Шахтер», куда входят все четыре десятка клубов города, да и в самих дворовых объединениях, работа кипит ежедневная. Именно в этих детско-подростковых клубах организуется досуг этих детей, проводятся различные мероприятия, соревнования, спартакиады и организация досуга именно по месту жительства. На сегодняшний день стоит вопрос о расширении сети дворовых клубов, но единственная большая проблема – это нехватка помещений. На сегодняшний день проводится совместная работа с КСК, с районными акиматами о том, чтобы нам выделили все-таки еще помещение. Все увиденное постоянной комиссией городского маслехата обсудят на ближайшем заседании. Вместе с чиновниками, от культуры и общественниками. Сергей Высокозов, Исланбек Успан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. На территории Карагандинской области не перестают процветать незаконные игровые заведения. Только с начала текущего года службой экономических расследований пресечена деятельность двух залов игровых автоматов, шести залов онлайн-казино и пяти организаций игорного бизнеса посредством лотерейных терминалов. Все подробности в следующем сюжете. Несмотря на запреты, правонарушителей в сфере незаконного игорного бизнеса не становится меньше, как в Карагандинской области, так и по всей стране. В ходе проверок в городе Балхаш из незаконного оборота были изъяты 32 игровых автомата и денежные средства в сумме 100 800 тенге. Незаконным путем развивали свой бизнес через онлайн-казино и в городе Тимиртау. Здесь были обнаружены 10 системных блоков и один платежный терминал. Факт организации незаконного игорного бизнеса под прикрытием лотерейной деятельности выявили и в городе Караганде. По данному факту сейчас ведется расследование. Вместе с тем, в соответствии с новыми нормами кодекса об административных правонарушениях, игроки, находившиеся в момент проведения проверки в незаконном игорном заведении, также будут привлечены к административной ответственности. Безусловно, такие нелегальные заведения несут зло. Люди, у них проигрывает свое имущество, состояние. Нередко это становится причиной для разрушения семей. Деньги, полученные в результате незаконного игорного бизнеса, они пополняют теневую экономику республики. В настоящее время в производстве Департамента государственных доходов в области имеется 10 уголовных дел данной категории. Работа в этом направлении ведется и находится на особом контроле, отмечают специалисты. К другим новостям. Национальный банк утвердил программу рефинансирования жилищных ипотечных займов. Теперь все желающие, у кого есть просроченная задолженность в банках второго уровня, смогут обратиться с просьбой рефинансировать свой ипотечный долг. Что же конкретно нужно сделать для смягчения условий кредитования и какие документы необходимо собрать, узнавала Аймамрина. Около 130 миллиардов тенге получат 9 банков второго уровня. Все для того, чтобы решить проблему ипотечных заемщиков. Нуждающиеся в рефинансировании смогут получить смягчение условий под эффективную ставку вознаграждения. Все это делается, чтобы смягчить условия погашения ипотечных займов для максимально возможного количества заемщиков. Также снижение уровня проблемных кредитов. По указанию главы государства было дано задание, чтобы национальный банк и правительство приняло решение об смягчении условий погашения ипотечных жилищных займов. Наряду с рефинансированием на открытом заседании представителей национального и банков второго уровня поднимались вопросы касательно взыскания долгов с необязательных плательщиков. Если раньше банки должны были строго пользоваться услугами государственных судебных исполнителей, то теперь искать должников и требовать погашения долгов смогут и частные судоисполнители. То есть частный судебный спункт наделен теми же правами, что и государственные судебные спункты, при осуществлении им своих полномочий по взысканию задолженности с должников. Для обеспечения прозрачности системы рефинансирования в областных аккематах Астаны, Алматы и в прочих регионах Казахстана открываются комиссии по рассмотрению жалоб заемщиков. Если вам отказали в рефинансировании, вы можете обратиться к ним. Аймамлина Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. И в завершении выпуска еще об одном. Завтра, 29 июля, жителям юго-востока нашего города лучше воздержаться от использования питьевой воды. В связи с проведением дезинфекции водопроводных сетей ТО Караганды-Су, 29 июля 2015 года вода будет подаваться с повышенной дозой хлора. Во избежание отравления не рекомендуется использовать воду для питьевых потребностей и приготовления пищи. Жителям юго-востока необходимо иметь суточный запас воды. В связи с возникновением аварийной ситуации на магистральном водоводе диаметром 1000 мм, подающем воду на юго-восток, сегодня в ночь будут выполнены работы по ликвидации аварии на данном водоводе с последующей дезинфекцией водопроводных сетей. Чтобы не доставлять жителям юго-востока неудобства, работы по ликвидации аварии будут выполнены в ночное время. И дезинфекция будет проводиться тоже сегодня в ночное время. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Увидимся в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова